Приветствую вас! И то, что возникает состояние апатии, потерянности и поиска смысл жизни, говорит о том, что у вас есть в жизни такие факторы, такие обстоятельства, которые, скажем так, истощают вас. Они требуют от вас нервного напряжения, они требуют от вас постоянной борьбы, постоянных усилий по либо оккупированию их, либо компенсации негативных последствий этих обстоятельств и так далее. И, естественно, на какой-то момент вы теряете свои внутренние и душевные силы, и в этот момент, когда вы чувствуете себя бессильным, у вас появляется это состояние. Состояние это, можно сказать так, бессилие, беспомощность, аморфность, пассивность. В данном случае это продиктовано тем, что вы просто устаёте, и когда, соответственно, ваши силы восстанавливаются, то вновь вы начинаете двигаться, стремиться к тем целям, которые вы себе поставили и так далее. И, по сути дела, бороться с этим можно только анализом вот этих вот, как бы сказать, обстоятельств возникновения этого обстоятельства. То есть, почему вы реагируете на определенные моменты в вашей жизни подобным образом? Почему вы не боретесь с ними, допустим, так же, как с другими другими? Чем они для вас выделяются? Чем они для вас уникальны настолько, что вы вот не можете с ними никак бороться? Далее нужно сказать так, что негативные эмоции, от которых вы хотите избавиться, будет на самом деле с вами всегда. То есть, не нужно думать, что можно уничтожить все негативные установки в своём сознании. Негатив – это один из сторон баланса. Негады, позиции, добро, зло и так далее. И без него нет стимула становиться лучше. Без него нет стимула расти личностно и развиваться. Поэтому вам необходимо сделать лишь только одно – сократить, снизить негативное влияние определенных обстоятельств на вас именно в плане поведения. То есть, сначала стоит определить, насколько сильно вы впадаете в эту операцию, насколько сильно это вас меняет, насколько сильно изменяет ваше поведение в этом конкретном случае. И если поведение изменяется достаточно сильно, то, безусловно, тогда нужно эти обстоятельства прорабатывать. Но негатив у вас всегда сохранится, никуда от него не держится. И понимать его нужно как данное, как должное, как естественное. И примет решить проблемы, понимать, что они, эти проблемы всегда будут с вами, всегда будут вам с вами идти ногу в ногу в ногу и никогда не исчезнут до конца, до конца. На этом, в принципе, я думаю, пока все, потому что на ваш вопрос я ответил. Дело в том, что пока не будут ясны конкретные обстоятельства, при которых вы попадаете в это состояние, пока не будет выявлено в них, в этих обстоятельствах что-то общее, сложно говорить о том, как можно с этим справиться. Поскольку вы знаете, то именно вам предстоит решать, что с этим делать. Вы можете либо постараться эти обстоятельства полностью исключить из своей жизни, вы можете постараться минимализировать их влияние на вас, то есть как-то отстраниться, отгородиться и так далее. И вы можете именить свое внимоотношение. То есть пока вы считаете эти обстоятельства каким-то угрожающим вам, резко негативным, то вы как-бы находитесь в состоянии борьбы. Но ваше поведение явно зависит от того, что бороться вы не можете. И, соответственно, нужно изменить свое отношение к этим. Как? Принять эти обстоятельства как неотъемную часть вашего существования. И учиться жить уже вместе с ними. Учиться жить вместе с этими обстоятельствами. То есть искать уже в этих обстоятельствах в них самих, искать позитив, искать какие-то плюсы, искать что-то конструктивное, чтобы можно было извлечь для себя пользу. И тогда постепенно ваше поведение будет уже не такое пассивное, а вы начнете именно направлять его на достижение именно позитивных моментов в этих ситуациях. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, вам это поможет. Пока желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...